Это мой дом. Воплощение тепла и уюта. У каждого человека это слово вызывает нежные чувства. Дом это не просто строение из кирпича и бетона. Это место, где мы проводим большую часть своей жизни и создаем воспоминания. У моего дома много имен. В разные периоды истории здесь существовали самые разные культуры. Очень часто здесь происходили кровавые события, политические распри. Природные катаклизмы. Сейчас мой дом выглядит так. Это далеко не единственный его облик. В разное время здесь все было иначе, но сегодня мы видим его таким. Природа создала невероятные вещи, создала уголки, где люди подпитывают свои силы. А история этого места создала памятники, которые исследуются и по сей день. И скорее всего, очень долго будут служить загадкой для человечества. У нас всегда было принято встречать гостей и показывать свой дом изнутри, и этот фильм – это небольшая экскурсия по многим значимым уголкам нашего дома. Генеральские пляжи – это примечательный во многих отношениях участок берега Азовского моря, является частью Кароларского природного парка, гордости Керченского полуострова. Генеральские пляжи представляют собой протяженную песчаную береговую линию, обладающую пронзительной красотой незатронутого цивилизации природного уголка. Немного удивительно обнаружить такую местность всего в 30 километров от Керчи. Впрочем, есть причина, по которой данная территория оказалась практически нетронутой. Дело в том, что она долгое время являлась частью артиллерийского полигона, полностью закрытого для посещения посторонними. А живописную песчаную бухту, получившую теперь название «Генеральская», в ту пору избрала как место своего проживания военное начальство. В настоящее время эта территория уже не принадлежит военным. Теперь она отдана тем, кто желает отдохнуть на Азовском море в Крыму. И здесь очень здорово, приятно находиться. Тому есть несколько простых и всем понятных причин. Обрамленное скалами, покрытыми кустарником и ароматным разнотравием, оно кажется частью какого-то другого мира, волшебного и прекрасного. Мыс разделяет Арабацкий и Казантипский заливы. С некоторой натяжкой он похож на одуванчик на стебельке. Тонкий перешейк тянется от основного массива Крым и в море заканчивается почти круглым образованием диаметром около 4 километров. Прогуливаясь по мысу, не получится не обратить внимания на строгие виды степи, расположившиеся на жесткой подушке известняков. Но богатство заповедника не ограничивается видами. И самодеятельному туристу лучше теоретически подготовиться к посещению, иначе многие местные достопримечательности могут остаться им незамеченными. Чернореченский каньон недалеко от Севастополя, самый длинный в Крыму. Официального маршрута в каньоне нет, ночевать запрещено. Первые 2 километра каньона – водоохранная зона, но любителей глубокого ущелья Черной речки немало в любое время года. И если не ставить задачу пройти каньон полностью, то отличные маршруты начинаются от поселка Морозовка к самой зрелищной части – середине каньона. Тропинки проходят как по правому, так и по левому берегу. Вопросы скальных прижимов решаются обходами поверху. Из-за этого скорость передвижения невелика. Ущелье не всегда легко для прохождения, навалы каменных глыб заставляют искать обходы. Правый берег более удобен, чем левый. Длина всего каньона 12 километров. Не надо ставить себе задачу пройти его весь за один раз. Мраморная пещера – настоящий подземный чертог, где стены украшены прекрасными каменными розами, залы подпирают мощные колонны, на потолке висят люстры, нередко встречаются и водопады. Мраморная пещера была открыта относительно недавно. Тогда местные спелеологи обнаружили неподражаемую по красоте и своеобразию большую пещеру на нижнем плато Чаттердага. Нужно отметить, что уникальная пещера обладает весьма сложной структурой и может похвастаться огромным количеством залов и коридоров, переплетенных в самых немыслимых сочетаниях. Посетители, попадающие в прохладный полумрак, видят огромные залы, будто бы сошедшие со страниц старинного эпоса про каких-нибудь подземных королей. Эти заповедные чертуги украшают причудливых форм настенные образования, кристаллы, сталактиты и сталагмиты. Водопад Джур-Джур прекрасен в любую пору года. Это самый мощный водопад в Крыму, за секунду пропускает до 270 литров воды. Находится он в ущелье Хабхал на высоте 468 метров над уровнем моря. Река Улуузень спускается со 100-метровой высоты по трехкаскадному порогу. С известнякового уступа, высота которого 15 метров, широким 5-метровым потоком вода обрушивается в глубокий котлован и бурно стремится вниз по руслу. Прогулка к водопаду напоминает фильм в жанре фэнтези. Кругом поют птицы, тень листвы создает прохладу. Теплоход «Князь Багратион» известен сейчас в качестве корабля-заброшки. Он стоит на берегу возле судака у мыса Меганом. К сожалению, ему не повезло так, как основной массе крымских достопримечательностей, находящихся в ухоженном состоянии и под охраной. Уже больше 25 лет теплоход ржавеет на своем вполне привычном месте. Более века назад, а именно в 1912 году, для общества «Кавказ» и «Меркурий» в Коломне был отстроен речной теплоход крупных размеров. Теплоход был великолепен. По задумке создателей он вмещал 340 пассажиров. Размеры судна позволяли всем разместиться внутри достаточно комфортно. Корпус корабля был изготовлен из немецкого металла самого лучшего качества. За движение князя Багратиона отвечали две паровые машины, позднее их заменили дизели. Начало карьеры этого речного судна пришлось на реку Волга. Даже революция не смогла стать помехой в этом деле. Гражданская война превратила пассажирское судно в боевой корабль. Тем не менее, в 1919 году теплоход официально переименовали в «Товарища Маркина». В 1992-1994 годах теплоход выступал в качестве плавучего ресторана в Феодосии и даже пользовался популярностью. Вокруг этой достопримечательности выстроили небольшой забор, на котором имеются предупреждающие надписи. Пролезть через него не составит труда, тем более, что сторожа тут нет. Для заброшенного судна он неплохо сохранился. Сильно разрушенный лишь трюм с нижней палубой, две верхних же демонстрируют сохранившуюся отделку кают, небольшой набор мебели, зеркало и вполне рабочее пианино. Мыс Меганом уникален. Он виднеется практически из любой точки южного берега, начиная от Аюдага и заканчивая Карадагом. Некоторые считают, что мыс Меганом похож на игуану, но большинство все же ассоциируют Меганом с крокодилом. Каждый год сотни тысяч туристов направляются на Меганом за душевным равновесием, спокойным отдыхом и перезагрузкой. На сегодняшний день вокруг Меганома витают разные мистические истории и тайны. Здесь проживали греки, и они считали, что по мысу Меганом течет река Стикс. Харон по этой реке отправлял тело умерших в подземную обитель Аида. Вал и крепость Оркап услужила воротами в Крым на протяжении многих веков. Длина вала от Черного моря до залива Сиваш составляла 8 километров. А глубина вместе с земляными валами по краю составляла до 20 метров. Вал служил непреодолимой преградой для завоевателей. Сейчас, если посмотреть со спутника, до сих пор виден сам вал, а также рвы, где раньше были оборонительные сооружения. На западном конце рва у побережья Перекопского залива сохранились руины западного бастиона, который назывался Ферхгермен. Бухта Кипчак – уютная и живописная бухта, расположенная на полуострове Тарханкут в Крыму, в поселке Черноморское. Бухта отлично подходит для отдыха от городского шума и суеты. Здесь можно спокойно провести время, поскольку на территории бухты нет мобильной связи. Чтобы поймать интернет, придется подняться вверх по склону на более высокую точку рельефа. Бухта Кипчак очень популярная среди туристов, которые разворачивают здесь палаточный лагерь. Бухта подходит для отдыха тех людей, кто любит отдыхать дикарями. Этому способствует местный колорит, крымские степи и Черное море. Отдых на Тарханкуте – одно из самых известных и популярных у туристов направлений. Роскошные виды на прибрежные скалы, омываемые Черным морем, не оставят равнодушным ни одного путешественника. Большой атлеж представляет собой 40-метровую каменную арку, уходящую в море от высоких прибрежных скал. Малый атлеж насквозь пронизан 98-метровым тоннелем, который ведет от открытой морской глади до полости 150-метровой пещеры. Тарханкутский полуостров привлекает не только привлекательными морскими пейзажами, но и интересными развлечениями для туристов любого возраста. На юге есть уникальная природная достопримечательность – Бельбекский каньон. Он возвышается в 15 километрах к юго-западу от Бахчисарая, между поселками Танковое и Куйбышево, где река Бельбек пересекает внутреннюю гряду Крымских гор. Каньон расположен в одноименной долине, именно она участвовала в его образовании. Считается, что сначала земную кору раскололи землетрясения, в результате чего образовался глубокий овраг. Река Бельбек, которая раньше была более широкой, пробила себе путь к морю. Коса Беляус является песчаной пересыпью, естественной дамбой, отделяющей от моря озера Донузлав с севера. В античные времена она уже существовала. В значительной степени она состоит из песчаных пляжей, хотя со стороны озера есть и деревен, значительная часть ее побережья совершенно дикая. Покрытие пляжа составляет белый песок, в значительной степени состоящий из мелких, обкатанных волнами, обломков ракушек. Пещера Эмини-Баир-Хасар считается одной из немногих в Европе, сохранившей первозданный вид, несмотря на посещение туристов. Практически нетронутый человеком ландшафт пещеры удалось сохранить благодаря ее труднодоступности. Находится пещера Эмини-Баир-Хасар на склоне Чатар-Даг недалеко от Симферополя. Для туристов открыт только верхний ярус пещеры, не больше 700 метров. Вход в средний и нижний ярусы законсервирован. Там находится природный минералогический музей-заповедник. В Эмини-Баир-Хасар ученые обнаружили останки животных ледникового периода. Самый высокий водопад Европы. Водопад ученцу расположился высоко в горах, на высоте 390 метров выше уровня моря. Если перевести с тюркского ученцу, означает летящая вода. Водные потоки падают с высоты более 100 метров. В летнее время он пересыхает, поэтому, чтобы увидеть ученцу во всей своей красе, нужно приехать сюда в начале весны во время периода активного таяния снега. Скала Дива является отверженцем. Несколько миллионов лет назад она откололась от основного массива Крымских гор и движется по направлению к морю. К вершине Дивы ведет тропинка. Чтобы обезопасить подъем, установлен подвесной мост и лестница с перилами. Всего около 280 ступенек. Со смотровой площадки открываются великолепные виды не только на Семиз и Кошку, но и на Айпетре. По легенде, скала Дива – это злой дух. Обернувшись красивой девушкой, которую за злые деяния добрые силы превратили в камень, чтобы насладиться красотой незабываемых ландшафтов и пейзажей Семиза, можно подняться на видовую площадку с по специально оборудованной тропе лестницы. С вершины можно оценить неописуемую красоту моря, которая здесь в любое время года имеет нежный бирюзовый цвет. Ежегодно тысячи любителей звездного неба приезжают сюда за романтикой и яркой палитрой незабываемых впечатлений. Расположенная в горной местности на высоте 600 метров над уровнем моря Крымская астрофизическая обсерватория – идеальное место для исследования Солнца, звезд и галактик, объектов Солнечной системы. В год здесь бывает около 170 ясных ночей. Даже если вы далеки от науки, вы будете в восторге от созерцания сияющей россыпи звезд и вида впечатляющих телескопов гигантов. Здание в стиле сталинского ампира на территории обсерватории и добротный советский колорит научного городка подарят вам настоящую прогулку в прошлое. Одна из достопримечательностей Балаклавы – это бочка смерти. Это зловещее название немало способствует ее популярности у гостей города. Бытует мнение, что бочка названа так из-за того, что во время войны она стала местом расстрела фашистами пленных советских солдат. Однако не подтвердить, не опровергнуть эту версию пока никто не смог. На самом деле, бочка – это часть южного форта Балаклавы. Одно из самых крупных пещерных поселений, Чуфут-Кале, находится всего в трех километрах от Бахчисарайского дворца. Предположительно, этот средневековый город возник в V веке как византийское укрепление. Начиная с XX века многие писатели и художники посещали крепость, среди них был Иван Крамской. Художник видел в пустынной местности Чуфут-Кале пейзажи, напоминавшие ему Палестину. А Владимир Набоков, побывав в этих местах, написал «Я видел мертвый город, ямы былых темниц, глухие храмы, безмолвный холм Чуфут-Кале. Небес я видел блеск блаженный, кремнистый путь, эскид смиренный, и кельи древние в скале. Еще одна затерянная бухта на Тарханкутском полуострове для дикого отдыха. Когда-то здесь было древнее загадочное поселение, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. Появление озера датируется концом 20 века. В 50-е годы на этой местности находился карьер, где добывался известный и очень ценный материал, необходимый для строительства – инкерманский белый камень. Водоема на территории карьера не предполагалось, но природа была сильнее, и вскоре из-под земли хлынул поток воды. Сегодня озеро имеет форму четырехугольника, достигает глубины 12 метров. Края его обрывисты, оставшиеся стены карьеров. Вода в озере и по сей день кристально чистая, а берега пустынные и тихие, поэтому многие туристы приезжают сюда именно понырять и пофотографироваться. Ходят слухи, что после затопления на дне озера осталась вся техника, которой пользовались рабочие во время добычи камня, но ни одна группа нырялщиков эти аппараты не нашла. Интересно и то, что круглогодичное озеро подпитывается подземными источниками, благодаря чему вода остается прохладной, но зимой не застывает. Горная тропа Голицына расположилась на территории скального амфитеатра в западной части Зеленой бухты. Она идет на высоте от 30 до 50 метров от подножия горы Кобакаев вдоль пиратской бухты к выдающемуся мысу капчик, откуда открывается невероятный вид. Поскольку рельеф неровный, прогулка займет около двух часов. В ясную погоду с нее можно увидеть мыс Меганом и Судак. История этого места начинается еще в древние времена, когда в пещерах Кобакаев проживали первобытные люди. В средневековье же здесь располагались пещерные храмы, и до XIX столетия на стенах пещер можно было разглядеть расписанные иконы. К сожалению, до наших дней они не сохранились. Спустя столетия основоположник российского виноделия Лев Сергеевич Голицын скупил здешние земли с целью производства игристых вин. Генуэзская крепость – главная достопримечательность Судака. Это могучая древняя цитадель, построенная генуэзцами и являющаяся главным форпостом Генуи на территории Крымского полуострова в эпоху Средневековья. Крепость датируется XIV столетия и очень хорошо сохранила оригинальную оборонительную архитектуру, включающую зубчатые стены, башни, замок консула и несколько других сооружений. Судакская крепость начинается у подножия крепостной горы и поднимается к ее вершине. Она фактически состояла из двух частей – внешний периметр стен с воротами, где находился нижний город, а также, собственно, цитадель с замком консула и дозорной башней на самой вершине. Яшновый пляж расположен с востока от мыса Фиолент. Это самый известный пляж мыса. Длина его составляет всего 450 метров, а грунт – мелкая разноцветная галька. Вода здесь очень прозрачная, и многие считают этот пляж одним из лучших. Встречающиеся здесь цветные камни, в том числе сердолик, кварц, кусочки, малахита и яшмы, своим происхождением обязаны извержением древнего вулкана, находившегося на этом месте. Яшновый пляж находится на территории ландшафтного заказника «Мыс Фиолент» в Балаклавском районе города Севастополя. Он расположен у подножия, где возвышается Свято-Георгиевский мужской монастырь. К морю от обители ведет 850 каменных ступеней. Сложный подъем по лестнице компенсирует потрясающие пейзажи, открывающиеся путнику. В западной части Крымской гряды, создав амфитеатр, расположились скалы Ласпи. Здесь, на высоте почти 500 метров, протянулся Ласпинский перевал с обустроенной смотровой площадкой, откуда открывается впечатляющий вид на одноименную бухту. Пещера появилась под многолетним воздействием подземных вод, промывших в мраморовидных известняках круто-наклонный сифон. Впоследствии часть пещерного свода обвалилась, образовав обширный подземный зал. Сталактиты и сталагмиты росли навстречу друг другу, тем самым разделив галерею на несколько небольших залов. Обширная подземная галерея разделена кольцетовыми стенами на несколько залов поменьше. Каждый из них поражает разнообразием и сохранностью натечных образований, их сплетение порождает в воображении диковинные образы и фантастические картины. В отличие от других подземных полостей, сифон с кельской пещеры не уходит ни в глубину, а поднимается вверх. Озера всегда были местом силы и магической красоты для наших предков. Особый смысл придавался их цветам изумрудные, голубые, нежно-зеленые и синие, каждый оттенок имел свою суть и тайну. Одними из самых интересных явлений считаются озера розового цвета. Древние славяне верили, что такие водоемы служили земными ваннами для богов, где они исцелялись и восполняли силы. За насыщенный розовый цвет озера отвечает уникальная водоросль Дуналиэлла Салина. Именно она окрашивает воду Сосыксиваша в мае-июне в ярко-розовый цвет, а в августе-сентябре – красно-оранжевый. Также цвет зависит от температуры воздуха. Пещерный монастырь Мангук – место, где легко откинуть мирское и обратиться к духовному. Здесь стоит необыкновенная тишина, перемежающаяся с песнями ветров, вечно гуляющих среди суровых гор. Издали необычный скид похож на огромное гнездо титанической ласточки. Непонятно, как появившееся в этом каменном царстве в истории поселение немало белых пятен. До сих пор неизвестна точная дата возникновения здесь первых пещерных комплексов. Мало знают ученые и о позднеантичном периоде, о том, что заставило людей покинуть свои жилища в 1792 году и уйти отсюда навсегда. О былом величии и могуществе города Мангук-Кале напоминают лишь руины крепостных стен и башен. Глядя на них, трудно поверить, что это было не простое поселение, а столица крымского княжества Феодоро. Водоем у крепости – одно из любимых мест отдыха туристов, собирающихся посетить пещерный город. Озеро расположено у подножия Бабадак и в народе прозвано Девичьим. Кизил-Коба Кизил-Коба – самая крупная пещера на территории Крымского полуострова. Кроме того, карстовая полость, ее образующая, является крупнейшей во всей Восточной Европе. Необычным явлением для крымских пещер является наличие в них рек, которые, собственно, и вымывают все новые и новые части карстовых полостей. Здесь находятся подземные озера и ванночки, в кристально чистой воде которых можно найти пещерный жемчуг. Красную пещеру пересекает река Кизил-Кобинка, которая вырывается на поверхность, образуя водопад Саучхан. Он является самым большим из серии водных каскадов на Кизил-Кобинке, его высота достигает 25 метров. Водопад Саучхан очень живописен в весенний период. Он состоит из одной мощной широкой струи, вокруг которой образовались маленькие струйки, которые удачно дополняют общую картину водопада. Этот водопад образовался на ручье Кубал-Арсу, протекающем вдоль балки Кубал-Ардере и заканчивающемся в Байдарской долине. Высота водопада около 11 метров. Пик активности приходится на март-апрель. Название водопад получил благодаря туфовому козырьку, нависающему над скалистым обрывом. Цельно стекающая струя настолько прозрачная, что сквозь нее можно увидеть грот, находящийся за ней. Вода водопада сливается в небольшое озерцо, которое имеет красивый зеленоватый оттенок. Одно из самых мистических и необычных мест Южного берега по праву можно считать Долину Привидений. Такое необычное название появилось благодаря каменным изваяниям причудливых форм, образовавшимся в результате воздействия природных стихий. В долине находятся каменные столбы различных размеров. Здесь их насчитывается более сотни. Суть в том, что все эти фигуры напоминают людей. Животных, птиц, разнообразные предметы. Причем на протяжении светового дня, когда меняется освещение в долине, одна и та же природная скульптура в разное время напоминает разные образы. Дикая пещера Сюндерлюкоба – это небольшая карстовая пещера в Байдарской долине. Благодаря своей легкодоступности и тому, что для посещения не требуется специального снаряжения и навыков, она весьма популярна у туристов. Пещера состоит из большого зала с двумя входами, рядом с северным, небольшой грот, который служил, судя по находкам керамики, стоянкой пастухов с эпохи поздней бронзы. На полу зала валяются увесистые каменные глыбы, некогда обрушившиеся с потолка, а вглубь уходит просторный коридор, упирающийся в завал. В древности, а не исключено, что и в среднее веко, она выполняла какие-то культовые функции. В дальнем конце зала путешественники видели множество человеческих костей. По местной легенде, в 1575 году турки умертвили спрятавшихся в пещере христиан, отравив их дымом от костров, разведенных у входа. Крупных натечных образований в пещере нет. Кое-где на сводах можно заметить молодые, только зародившиеся сталактитики. Сюндерлюкоба переводится как «потухшая пещера». Многими туристами исторические кварталы старинных населенных пунктов воспринимаются как сплошное музейное собрание. Старый город в Евпатории состоит в основном из обычных жилых строений, причем не самых богатых с точки зрения современных представлений о комфорте. Но дело тут не в комфортабельности, а в колоритности, как маршрут по этим религиозным центрам известен в Евпатории как Малый Иерусалим. Он напоминает о том, что в султанской Турции и подчиненных ей землях, вопреки распространенным заблуждениям, существовал высокий уровень религиозной терпимости, и там разрешалось исповедовать не только ислам. Казастройка этих кварталов позволяет живо представить, какой была Евпатория 100-150 лет назад. В последние годы тут идут масштабные реставрационные работы, но с учетом духа и колорита местности. Так что туристам стало только интересней. Гулять по нему нужно пешком и желательно с городским планом или навигатором. Старинная планировка сродни легендарному лабиринту. Малый Иерусалим включает в себя культовые строения разных религий и конфессий. Ислам представлен знаменитой мечетью Джумаджами, она же Ханджами, и такие дервиши, нечто вроде Временного монастыря или гостиницы для странствующих священнослужителей. Караимскую религию тоже иудаизм, но без талнуда, представляет комплекс караимских кеназ. Они хорошо отреставрированы и представляют собой главный религиозный оплот крымских караимов. Но туристов туда пускают без проблем. Но культовыми строениями достопримечательности старого города в Евпатории не ограничиваются. Фактически, там каждый второй дом – интересное место. Вы на вершине 1234 метров, а внизу, как на ладони, почти все южное побережит. Гора Ай-Петри – самое посещаемое в Ялте место. Летом здесь всегда много туристов, которые задерживаются до захода солнца, чтобы полюбоваться на ночные огни полуострова. Своё название гора получила благодаря очевидному сходству с медведем, который, будто наклонившись, пьёт воду из моря. Большинство учёных склоняются к мнению, что Аюдак – это лаккалит, несостоявшийся вулкан, образовавшийся около 150 миллионов лет назад, ещё в эпоху динозавров. Мощь вулкана была невелика, и лава его, едва выйдя на поверхность земли, застыла своеобразным куполом. Роман-Кош является высшей точкой главной гряды Крымских гор. Её высота составляет порядка 1545 метров. Роман-Кош расположена на территории знаменитого Крымского природного заповедника рядом с Гурзуфом. Местные жители называют эту вершину Крымским Эверестом. Здесь установлена каменная плита и большой крест. Роман-Кош представляет собой холмистое плато, покрытое известняками и травянистой растительностью. Она относится к горному массиву Бабуганила и расположена недалеко от курортного города Гурзуф. Храм Солнца Храм Солнца – самое таинственное и загадочное место. Для одних – это святая земля, для других – место силы или связи с космосом. Но как бы там ни было, для всех туристов, посетивших Храм Солнца, это место осталось в памяти навсегда. Храм Солнца был создан природой в период 160 миллионов лет назад. Именно в этот период и закончилось формирование Крымских гор. Причины, по которой сформировалась столь удивительная форма горной породы. Ученые объяснить не могут. Одни выдвигают теорию, что каменные глыбы обрабатывались человеком еще до нашей эры, и именно человеческое воздействие на камень и привело к появлению этого удивительного объекта. В 40 километрах от Бахчисарая раскинулась потрясающая природная достопримечательность под названием Кабаний-перевал. Она появилась в результате естественных метаморфоз природного характера и является излюбленным местом путешественников. Кабаний-перевал является достопримечательностью природного характера. Здесь любят бывать туристы, предпочитающие спокойный отдых и уединение с природой. Дорога петляет сквозь лесные массивы и частично проходит через залитые зеленью луга. Здесь расположены озера с просторной водной гладью, где водятся различные рыбы. Храм-маяк святого Николая Чудотворца – мемориальный храм-маяк в честь святителя Николая. Новый храм – самый высокий на полуострове, его высота – 65 метров. В оформлении использованы корабельные якори и якорные цепи под главным крестом. Внутри позолоченного шара, который символизирует планету, установлен маячный фонарь, а чуть ниже размещается колокольня с электрическим приводом колоколов. Херсонес – таврический большой музейно-археологический комплекс в Севастополе на месте крупного античного полиса. Древний Херсонес – это наследие греческих колонистов, византийцев, генуэзцев. Артефакты этих эпох сейчас можно увидеть в музее этого архитектурно-исторического заповедника. Но еще интереснее пройтись по улицам Херсонеса прогулки среди античных руин, где продолжаются археологические раскопки, переносят путешественников на 2500 лет назад. Херсонес был основан древнегреческими колонистами до нашей эры и стал процветающим торговым полисом. Покровителем города считалась богиня Артемида. Это был один из самых крупных и богатых полисов античного Причерноморья. У подножия Айпетри в Алубке возвышается величественный Воронцовский дворец. Этот уникальный памятник архитектуры первой половины XIX века. Дворец был построен по проекту известного английского архитектора Эдуарда Блора, который впоследствии был придворным архитектором английского короля Георга, затем королевой Виктории. Большой каньон по праву принадлежит к числу наиболее значительных ландшафтных достопримечательностей нашего полуострова. В 1974 году он объявлен заказником государственного значения. Сформировался он вместе с образованием крымских гор. Колоссальные блоки пород поднимались в результате движения тектонических плит. В толще известняковых пород произошел громадный тектонический разлом. Это один из блоков надломился, образовав гигантскую теснину. На скальных массивах вокруг каньона существовало несколько поселений. Место возле ручьев были засажены яблоневыми и другими фруктовыми деревьями, образующих знаменитые лесные сады, чаиры, остатки которых растут и в наше время. В основную речку впадает боковой ручей Алмарчук. В переводе с греческого его название обозначает яблоневый. Есть даже один из уникальных сортов крымских яблок – альма, вероятно, выведенный потоками греков, обитающих здесь в древности. Шейтан Мердвен или Чёртова Лестница является одной из самых интересных достопримечательностей Байдарской долины. Ежегодно тысячи туристов проходят через перевал по следам Тавров и древних римлян. По мнению ученых, одним из первых перевалов, которые освоил человек на Крымском полуострове, можно считать Чёртову Лестницу. Первые обитатели полуострова – Тавры, ища возможность перехода через Крымские горы, нашли относительно несложный маршрут от будущего поселка Олива по извилистым тропкам в горы и по вполне удобной дороге в Байдарскую долину. Прибрежная полоса урочища Джангуль растянулась на 5 километров вдоль береговой линии между поселками Черноморская и Оленевка, неподалеку от Караджинской бухты. Крайний запад Крымского Крайнего Запада так охарактеризовал бы его какой-нибудь художник-пейзажист или кинорежиссер-документалист. Побережье Джангуля представляет собой полосу хаотически нагроможденных глыб известняка. От пустынных степных участков они спускаются к морю ступенями, образованными оползневыми процессами. Пантикопей Пантикопей – это древнегреческий город на полуострове Крым. Сегодня он известен как Керчь. Город опоясывали каменные укрепления, превосходящие по своей мощи даже афинские. Это был первый полис – город-государство на берегах Черного моря. Уже с конца 40-х годов VI века до н.э. у Пантикопея была своя серебряная монета, а еще через два века здесь стали чеканить и золотую. На монетах изображали грифона, хлебный колос и бога полей Пана. В 480 году до н.э. города, расположенные на побережье, объединились в Боспорское царство, а Пантикопей стал его столицей. Руины на горе Митридат входят в состав Керченского музея. Фрагменты оборонительных сооружений, общественных зданий, жилых домов и склепов можно увидеть и сегодня. Главным символом античного города стала высокая арка с колоннами и резными каменными портиками. За годы археологических раскопок удалось собрать коллекцию расписной керамики и монет. Надписи на камнях и глине помогают ученым подробнее узнать об истории древнего царства Боспор. Это одна из визитных карточек «Гордость Коктебеля». Тысячи туристов ежегодно стремятся попасть сюда и полюбоваться этим чудом природы. Грот Дианы имеет такое же мистическое происхождение, как и легенды, связанные с ним. Фактически, весь мыс Фиолент появился на месте извержения древнего вулкана. Со временем языки лавы превратились в пещеры. Также образовалась и местная достопримечательность. Одной частью грот Дианы находится над водой, а другой – под ней, поэтому выглядит снаружи севастопольская достопримечательность как арка. Одна из тайн Фиолента, которую можно открыть в пешеходном путешествии по его неповторимым бухточкам и скалам – скала-дракон на мысе Виноградной. Удивительная скала, похожая на сказочного ящера, стала популярной среди туристов, фотографов, художников, любителей романтических путешествий. Чернореченский акведук не является популярным, достопримечательностью среди туристов, а вот местные жители очень любят это место и выезжают сюда на пикники. Речка Черная очень небольшая и неглубокая, искупаться в ней не получится, но посидеть под сенью деревьев – довольно приятное удовольствие. Акведук строил английский инженер Джон Уптон, который разработал и построил водопровод от Черноречия до Корабельной бухты Севастополя. Протяженностью 18 километров, состоящей из ряда тоннелей. Руины Акведука сохранились по сей день. Ландшафтный заповедник «Мысая» – одно из самых живописных и посещаемых мест. Он основан в 1982 году и расположен недалеко от Балаклавы. Другое свое название «Затерянный мир» заповедник получил из-за нетронутой природы и тишины, ради которых туда стремятся многие туристы. Рельеф мыса безумно красив, обрывы над морем, участки непролазного каменного хаоса, глубокие пропасти, пещеры под водой и крохотные пляжи. Если забраться на самую верхнюю часть мыса, можно увидеть воронку внушительных размеров, стены и дно которой усыпаны камнями самых разных цветов и рисунков. У подножия скалы легко обнаружить гроты. «Айс» по-гречески означает «святой». Поэтому некоторые историки считают, что место было святым для греков, живших когда-то в этих местах. Другие ученые уверены, что именно Мысая является легендарным крюметопоном, который служил ориентиром древним грекам на пути в Тавриду. Субтитры создавал DimaTorzok Бисерный храм – самый необычный православный храм. Скит Анастасии у зарешительницы недалеко Бахчисарая – это возродившийся древний монастырь пещерного города Качикальон. После бисерного храма обязательно надо подняться на вершину мыса, к обрывистым скалам и потрясающим видом на Качинскую долину. Изюминка скита – это обилие бисерных мозаичных украшений. А чего так храм и называют бисерный? История такого решения интересна. Когда только начали возрождать монастырь, средств было немного, к тому же в Штольне было очень сыро, для краски и бумаги не лучшие условия. Украшали храм тем, что оставляли сами верующие браслеты из бисера, бусы, ленты и так далее. Так рождался стиль скита Анастасии Узарешительницы. Мой дом таит еще немало загадок, немало мест, которые нужно увидеть. К сожалению, иногда и всей жизни не хватает, чтобы изучить даже свой родной дом. В этом фильме я показал вам 50 чудес, координаты каждого будут лежать в закрепленном комментарии к этому видео. Если вам понравилось и было интересно, прошу подписаться на канал и оценить данный фильм. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА